Израиль безостановочно ведет войну на истребление мирного населения Палестины, но он ни на йоту не приблизился к тому, чтобы уничтожить Хамас. Об этом в интервью телеканалу CBC заявил пресс-секретарь фракции за демократические реформы движения за национальное освобождение Палестины Дмитрий Деляни. Он подчеркнул, что Хамас это идеология, это часть палестинского народа и Израилю не удастся уничтожить ее, как бы ему этого не хотелось. Израилю не удастся сокрушить Хамас по одной простой причине. Да, еврейское государство смогло убить более 12 тысяч и ранить более 27 тысяч палестинцев в секторе. Да, ему удалось разрушить 42% всех строений в анклаве, включая 21 больницу и 47 медицинских центров, а также мечети церкви. Но Израиль так и не сумел уничтожить ни одного руководителя Хамас или любого другого представителя первого эшелона хамасовцев. Так что я вижу, что Израиль безостановочно ведет войну на истребление мирного населения. Но он не нает и не приблизился к тому, чтобы уничтожить Хамас. 7 октября движение Хамас в течение 25 минут уничтожило оборонительные редуты государства Израиль. Те линии обороны, которые выполняли функцию блокады сектора газа. Хамас, проводя эту операцию, не заявлял о своих целях, но, как утверждает Дмитрий Деляни, это был естественный ответ на непрекращающуюся блокаду и оккупацию, а также на осквернение мусульманских и христианских святынь главным образом в Иерусалиме. Действия Хамас представляли собой ответную реакцию. Был ли этот ответ удачным или нет, мы не можем говорить об этом, потому что война еще продолжается. Но в любом случае, палестинский вопрос сейчас, безусловно, занимает центральное место в международной повестке дня. И, конечно, это немалая часть того, к чему привели действия Хамас. С другой стороны, власти Израиля объявили о том, что они хотят полностью уничтожить Хамас. Это, по моему убеждению, нереалистично. Государство-оккупант уже много лет говорит о том, что оно желает уничтожить все, что относится к Палестине. Продолжение следует...